Так, друзья мои, приветствую. Прямо сейчас биткоин пробивает отметку 65 тысяч долларов. За последнюю неделю вырос на 20%, более 10 тысяч долларов прибавил к стоимости. Сегодня будем разбираться с вами, что будет цена биткоина дальше. Расскажу вам про свои сделки, расскажу, как поживают мои лонги. Ну и разберем самые актуальные новости из мира крипты. Без долгих слов, погнали к делу. Итак, по биткоину, смотрите, последний обзор мы с вами записывали в прошлый четверг. Цена биткоина была 57 или 58 тысяч долларов, точно сейчас уже не помню. Но суть в том, что я вам говорил, я загружен лонгами, я загружен лонгами на фьючах, я загружен лонгами на споте, я загружен альтами на споте. И, как вы знаете, мои настроения, они уже достаточно давно максимально бычьи. Потому что чем ниже падает рынок, тем более бычьими становятся мои настроения. И наоборот, чем ближе мы приближаемся к хаям, когда мы были в районе 70 тысяч долларов, я говорил, что я из рынка выхожу и мне не очень нравится находиться в районе максимальных значений. Давайте будем разбираться, что мы вообще имеем с вами сейчас. Первое, что хочется отметить, что мы все-таки вернулись с вами на 200-й мувинг, и, как по мне, нам не стоит под него сейчас возвращаться. То есть, если говорить сейчас про зоны до набора лонговых позиций, потому что мне сейчас рассуждать немножко проще, понимаете, как бы я открывал свои лонговые позиции, я их закрывать в ближайшее время не собираюсь. Сейчас вам расскажу, сколько я вообще планирую их держать, в скобочках, долго. То есть, мне сейчас довольно просто. Будет коррекция куда-нибудь вот сюда, например, в 60 тысяч долларов или в 58. Я здесь буду свои лонги, соответственно, добирать. Если же мы прямо отсюда полетим просто ракета наверх, ну, скорее всего, просто буду сидеть в тех позициях, в которых сижу. Но, конечно, хотелось бы увидеть сейчас ретест уровня 60. Это будет прям максимально технично, красиво, потому что, когда у нас идут такие резкие палки вверх, заходить в лонги просто нету каких-то адекватных сетапов. То есть, вы видите, на трехчасовом графике мы сейчас с вами по RSI перекуплены, и я стараюсь в таких отметках не заходить. То есть, вот мы с вами пришли там в 65 тысяч долларов практически, сейчас откатились на 63 700. Но это несерьезный откат. То есть, мне бы хотелось хотя бы 62 500. Вот видите, да, у меня алерты стоят. Собственно, когда цена туда придет, я уже буду принимать конкретное торговое решение. Я по битку лонги, как вы знаете, особо не набираю. У меня там эфир, салан, другие какие-то альты. Но про них поговорим чуть позже. Итак, с точки зрения вообще лонговости ситуации, что нам сейчас является предвестником, как по мне, такой достаточно мощной бычки. Во-первых, смотрите, у нас очень интересная свечная формация, встречается крайне редко. У нас 4 подряд повышающиеся дневные свечи на повышающемся объеме. Раз, два, три, четыре. То есть, у нас каждая следующая свеча, она, соответственно, больше предыдущей. Если у нас, мало ли, вдруг сегодня такое случится, что будет еще одна пятая, например, вот такая свеча на 70, ну, там уже, правда, можно просто заходить на филдепт, на всю котлету и ждать биток посолки. Ну, пока не будем столь оптимистичны, да, давайте. Будем держать себя в руках, как говорится. Но держим в голове то, что вообще вот этот паттерн, да, 4 повышающиеся свечи, он достаточно бычий. И если вы посмотрите, за время консолидации у нас таких паттернов с вами не было. Не было. То есть, у нас вот было, ну, что-то похожее было уже на исходе бычки, но там мы были на хаях, и можете посмотреть мои видео, как бы я там прям активно топил за то, что, типа, ребята, не время покупать битки, когда у нас RSI в зоне 80, да, когда мы объективно по всем факторам там перекуплены, когда у нас индекс страха жадности там подходил к 80, ну, там просто все уже с ума начали сходить. Вот. А сейчас, когда рынок, соответственно, отпадал, когда мы с вами очень долгое время стояли в консолидации, то есть, напомню, мы с вами консолидируемся 140 дней. Регулярные зрители моего канала знают то, что у нас средняя консолидация на биткоине длится от 120 до 150 дней. Да, бывает там чуть меньше, бывает чуть больше, но вот в среднем от 120 до 150. И получается, что по таймингам мы сейчас с вами идеально подошли к тому, чтобы, соответственно, полететь ракетой вверх. Дальше вы знаете то, что я регулярно смотрю на такой показатель, как индекс страха жадности, и нас идеально просто по нему утопили вниз. Сегодня он, конечно, уже отрос до уровня жадности, но я бы сейчас на это сильно прямо ориентироваться не стал. Для меня самое интересное то, что нас очень хорошо утопили на отметку 25, да, то есть мы здесь тусовались долго. И если вы активно следите за соцсетями, ну, там просто различными, там, не знаю, твиттеры, телеграммы, телеграм-чаты, то вот последний там месяц, наверное, ну, настолько было апатичное настроение в чатах. И я уже знаю, что когда апатичное настроение в чатах, я вижу там свою админку Ютуба, когда у меня падают просмотры на Ютубе на канале, я знаю, что пора покупать. То есть пора заходить и покупать. Когда все растет, когда люди там на FOMO залетают, тогда, естественно, нужно продавать. Вот. Для меня это просто, еще раз просто, один из индикаторов того, что в целом мы, скорее всего, развернулись, и, вероятнее всего, дно было пройдено. Вот. И на откатах, собственно, я буду уже просто дальше добирать там свои спотовые, фьючерсные позиции. Ну, в первую очередь, на откате буду добирать, конечно же, фьючи, потому что спота уже достаточно много. То есть я его набираю давно, плавно, постепенно. Не вижу смысла сейчас особого куда-то сильно там суетиться. Да, друзья, я, кстати, напомню вам, вне зависимости от того, там лонг, вы, шорт, вы, у всех с разной позицией, торгуйте на правильных биржах. Одной с такими биржами является биржа Байбит, никаких санкций для жителей РФ. Бонусы до 30 тысяч долларов при регистрации пополам депозита. Подробные условия, да, вы сейчас видите на экране. И самое важное то, что от нашего проекта вы при регистрации получаете, при регистрации депозитий от 300 долларов получаете доступ к скальпсделкам от нашей команды и доступ к курсу по теханализу и по риск менеджменту. Я иногда в наш замечательный telegram выкладываю, как выглядят скальпсетапы от нашей команды. Соответственно, здесь у нас ребята работают именно по скальпсделкам, да. Можете видеть, как выглядят сделки, можете видеть, как выглядят, соответственно, последние прибыли. Здесь сделки есть, естественно, не лонг и в шорт. Это скальп торговля. Еще раз для того, чтобы получить доступ вам нужно быть нашим подписчикам на выбить и либо ближайшее время кстати мы откроем доступ нашему закрытому каналу там тоже будет соответственно доступ к скальп сделкам от нашего проекта еще раз ссылка под этим видео для того чтобы забрать доступ переходить вот сюда в криптор бонус год там все ссылки будут под видео а мы с вами продолжаем и так возвращаясь к биткоину смотрите 140 дней консолидации есть все предпосылки для того чтобы выйти мощная свечная формация и мне сейчас все это очень нравится прям очень нравится прям вот просто честно говоря кайфу от того что сейчас вижу на графике идеальная ситуация для меня это возврат соответственно в зону 60 тысяч долларов я здесь набираю еще больше позиций по осолане по эфиру я сейчас расскажу что там происходит с моими лонгами и собственно после этого мы уже там летим дальше ракетой наверх окей по поводу биткоина смотрите тут на самом деле наверное больше я говорить особо ничего не буду здесь можно нам с вами обсудить уже новостной фон который как по мне тоже сейчас крайне благоприятный после чего мы уже перейдем к разбору альтов там мальти зоны и тогда и так с точки зрения соответственно новостей вот посмотрите замечательный молодой человек я выключу звук для тех кто не знает это лари финг seo black rock собственно рассказывает нам о том что биткойн это цифровое золото о том что биткойн это будущее о том что раньше он был скептиком биткоина но сейчас он прозрел и собственно стал великолепным биткоин максималистом как ни странно все это происходит около дна биткоина да даже не около дна когда bitcoin выходит в разворот собственно когда у нас спадают все новости про то что обратишь и германии продаю беку хотя как по мне это полная херня ну да типа там они продают биткойнов что то я смотрел на 50 миллионов долларов но что такое 50 миллионов долларов для активы с капитализации там более триллиона это просто пшик вот и если мы говорим о том что ну действительно такие небольшие продажи могут повлиять на биткоин ребята у нас проблемы у нас реально проблемы дальше соответственно по поводу ставки фрс сша рынки уже очень активно говорят о том что скоро ставку будет снижать да соответственно мы можем говорить о том что в сша замедляется инфляция по моему повысились прогнозы до 80 процентов на то что на ближайшем заседании будет соответственно с снижение ставки вот в частности да goldman сакс мудисы джипи морганы все вот эти вот ребята говорят что должны снижать ставку ну посмотрим дальше по поводу движений и настроение в альткоина смотрите много сейчас наблюдается интересных движений в рипли и лайткоине я вам про эти активы уже много раз говорю своих youtube обзорах это одни из немногих альткоинов старой эры так скажем то есть ripple ракета само собой разумеется и лайткоин лайткоин конечно может не такая ракета как ripple но в целом актив интересный и как по мне если даже мы просто откроем график с вами лайткоина то он выглядит довольно перспективным и там есть задел на то что его будут хорошо разгонять для того чтобы для того чтобы манипульнуть и разгрузить свои майнинг позиции то есть лайткоин добывается посредством майнинга он у нас здесь показаться график с 18 года но по-моему латкоин гораздо старше соответственно лайткоин переживал уже несколько циклов пампов дампов и сейчас мы видим с вами то что у лайткоина давайте замерим чтобы было понятно более двух лет накопления да то есть 805 дней соответственно можем говорить о том что здесь тоже может быть какое-то интересное движение сторону того чтобы он дал там 34 икса да вряд ли здесь будет какой-то life change типа там 10 20 30 иксов но как минимум потрогать прошлые хаи там что-нибудь в зону 300 400 я считаю лайткоина есть все шансы не скажу что лайткоин является каким-то моим любимым альтом или что-то из этой серии нет просто занимает какую-то часть моего портфеля мне кажется актив довольно интересный и как вы видите у него один из плюсов сайт лайткоина до относительно других альтов он как стейбл коин ну то есть вот если его график смотреть без особого приближения вот он как был два года назад там 60 долларов так и есть то есть он и не рос на какие-то сумасшедшие иксы но и не укатывался и то же самое мы можем сказать про ripple то есть когда вы все-таки работаете с нормальным объемом позиции вам не только же важно чтобы у нас был потенциал на ракету нам еще важно чтобы актив не дампился со всем рынком да то есть есть там всякие щитки этим рядом с искусственным интеллектом она там то вырастет на на 500 процентов насколько там на тысячу даже то соответственно укатается на 75 процентов понятно вот 75 процентов я вот этот как раз таки токи ноги помпом по 02 что-то такое брал вот когда он укатался 75 процентов можно взять там накид пару копеек вот но ripple лайткоин как мне видится с развитием бычьего рынка еще себя покажут поговорим об этом я думаю через полгодика через годик короче просто можете сделать себе пометочку и последить за их графиками окей что нам еще с вами нужно было обсудить да поран про новости по моему я вам не все самое интересное рассказал так да из интересного то что у нас аналитик блумберга предполагает что у нас 23 июня будет запись bitcoin и тф я об этом сегодня после грамм канале тут конкретно прямо пост скриншот с его твиттера кстати если вы на мой телеграм-канал не подписаны обязательно подпишите ссылка под этим видео там все самые полезные посты новости из мира крипты и плюс я больше делюсь своими сделками и так далее ну и куда без смешных мемов следите кстати за сторисами там сейчас все все мемчики скорее всего приедут в телеге именно в сторис и а как говорится когда биток растет то и мы на крипте в два раза смешнее окей так возвращаемся мы с вами к обзорам дальше соответственно да у нас увеличился снова приток в крипто продукты как-то не странно когда bitcoin нас около дна почему-то все резко киты начинают покупать битки повышается приток день в крипто продукт вот и где-то я еще видел так у меня нету в этой подборке короче не так давно у нас был прям какой-то рекорд по заходу в bitcoin gtf что там типа 300 миллионов долларов за один день или что-то из этой серии вот не вижу сейчас видимо забыл к себе сохранить но короче добавляем еще к этому всему дорогие мои друзья подписчики то что у нас рекордные вливание bitcoin gtf добавляем к этому всему то что у нас там где-то как-то по крайней мере андрей грачев нам намекает на это в твиттере и вообще в принципе эта тема в твиттере активно форсится то что в китае готовится снятие запрета на все действия связанные скриптой возможно он разрешает майник возможно он разрешает торговлю понятно что мне сейчас накидают в комментариях так вот в китае уже торгуют криптой там могут обходить и так далее биржи работы я знаю что все это работает но вы поймите одно дело действовать в серой зоне другое дело действовать в абсолютно белой понятной легальной зоне потому что на территории тоже там российской федерации да у нас крипта она такая типа белосерая то есть у нас нет каких-то запретов но у нас нет и конкретных разрешений часто в сентябре готовят какой-то закон принять но я сомневаюсь то что он как-то прям кардинально поменяет картину потому что решение действительно сложное решение комплексное и очень большое количество людей должны договориться для того чтобы это решение все-таки было каким-то образом принято и пролоббировать ладно возвращаемся с вами на графике давайте поговорим с вами про альты и соответственно про то что у нас там происходит на доминации биткоина честно говорят доминацию биткоина открывай первый раз еще и сегодня смотрел вообще выглядит график хорошо ну правда хорошо но смотрите ну вот мы пришли с вами в уровень там 55 да и собственно долбим 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 этот уровень надеюсь что все-таки мы не пойдем с вами выше понятно что графики доминации биткоина смотреть как традиционный график актива не очень корректно объясню причину график традиционного актива такого как bitcoin например условно традиционно он может лететь у нас ракеты бесконечно то есть вот у нас bitcoin стоит 10 тысяч долларов здесь может стоить там например 100 тысяч долларов то есть в 10 раз больше если же могли с вами про доминацию биткоина то у нее есть пороговые значения соответственно она не может быть выше нуля и она не может быть больше ста процентов поэтому этот момент мы с вами конечно же держим в голове но все равно у нас касательно доминации биткоина у меня прогнозы довольно положительные как по мне нам все самое важное просто не лететь уже дальше ракета наверх то есть мы здесь сделали выход на 57 больше нам этих движений не надо давайте поконсолидируемся пойдем вниз заберем x из альтезона и собственно пойдем дальше уже заниматься своими делами нет ситуации очень нравится тут пока что еще раз дать каких-то вот прям прогнозирование очень сложно но как по мне еще раз график выглядит вполне себе адекватно для того чтобы развернуться любители теханализа здесь наверное найдут раз два три можно сказать три вершины кто-то нарисует еще четвертую так далее короче все условия для разворотной формации у нас есть нам нужно сейчас выйти вот сюда под уровень закрепиться и собственно тогда мы уже можем говорить про какие-то дальнейшие движения с точки зрения альтов в принципе все выглядит довольно таки неплохо напомню это у нас сейчас график total 3 нам сейчас опять же здесь надо выйти над уровень 60 630 миллиардов долларов и дальше у нас открывается ракета дальше вот на альты у меня сделана достаточно серьезная ставка как вы знаете ну как серьезно то есть я считаю что адекватное распределение денег портфеля это 50-60 процентов биткоина и собственно остальное можно уже алоцировать на альты потому что все-таки альты вы должны понимать это high-risk инвестиции на то есть если вы там биток эфир вряд ли могут сосками c в ноль даже сложно предстоит биткойн тому катался например на 90 на 80 процентов но представьте это с 60 тысяч кататься на 80 процентов это куда но это опять в зону там 15-20 тысяч долларов сложно представить учитывая что там все это блокроки и т.ф. и что у нас такой достаточно хороший новостной фон не знаю где там будет столько продавцов честно говоря вот при этом мы же с вами видим блокчейн да мы понимаем то что там 80 процентов старых кошельков там вообще монеты не двигаются короче малореальная ситуация как по мне и с другой стороны на альтах вы можете как заработать 10 иксов дали там 20-30 на сколько хватит вашей фантазии насколько вы сможете в них вообще высидеть так можете потерять все свои деньги условно вложили 1000 долларов альткоин минус 90 процентов у вас осталось даже 1100 долларов вот поэтому имейте этот момент ввиду и не заигрывайтесь с альтами то есть я вам уже говорил то что основа портфеля все-таки это у нас биток эфир вот биток эфир хотя битки конечно покупать по текущим значениям занятие сомнительно но кому как кому как эфиры эфир это точно эфиры я прям и на спатье и на фьючах и везде мне кажется хорошая идея покупать но опять же не инвест рекомендации понимать окей давайте разбираться что у нас там происходит с лонгами по эфиру по салане лонги мы с вами начали набирать мне кажется уже с месяц назад по мото было 18 июня как раз когда начался начался весь форсинг новостей про там салана етф эфир етф собственно на этом фоне я и набирал свои позиции собственно как мы набирали с вами позиции точнее как я набирал позиции да я вам говорю то что вот пока что это выглядит как вообще какой-то идеальный лонг века то есть для тех кто еще раз я оставлю ссылку подсказках можете посмотреть там как набиралась эта позиция как как я планировал набирать и как и набирал позицию меня тут немножко получились косяки по ходу дела но это уже мои сложности в общем то как предполагался набор позиции все что красным это зона набора позиции и стоп лосс у меня располагался на 2 550 то есть пока что еще раз это выглядит просто как какой-то сетап века потому что сейчас по эфиру у нас есть все шансы продолжить движение и следующей цели по эфиру меня как вы знаете это порядка там 7 8 тысяч долларов мне кажется что в рамках текущего витка роста но что такое для эфира кто скажет о эфир по 7 тысяч долларов как так это же что это по сути для эфира чтобы сейчас вырасти на 7 тысяч долларов надо вырасти там на сто двадцать процентов я считаю что это не супер много учитывая что за последнюю неделю мы с вами на абсолютно отвратительном рынке на котором вообще блять никто не хотел лонговать кроме меня так зря я матерюсь youtube сейчас забанит видео какие-нибудь меня ограничения возрастные поставят он вырос там на 23 процента ну типа понятно что это вряд ли произойдет за следующие два дня но сама суть как бы того что вы недооцениваете то насколько выгодно лонговать среднесрочно и долгосрочно да скальпить можно скальпить прикольный как вы знаете я сам начинал трейдить именно со скальпинга потому что это быстро помогает понять рынок и мне самому иногда нравится пойти там полудить ну вот но если мы говорим именно про то что достать серьезную прибыль из рынка нам нужно пойти с вами все-таки среднесрочно долгосрочной позиции по крайней мере на скальпинге как мне видится очень сложно и проблематично забирать вот эти большие движения рынка можно но сложно и мое мнение вы знаете окей короче по эфиру по эфиру где-то я выкладывал скрины по моему у меня средняя там тип 350 или 3 200 по позиции 33 200 наверное вот соответственно и позиция сейчас прибыли что буду делать со своими позициями я к сожалению не весь объем еще набрал я рассказывал прошлом обзор мне были сложности с лимитниками этом криво поставил короче я буду скорее всего на там 3 200 на 3 100 еще добираться если у нас сейчас будет какой-то откат то есть биток приходит в 60 тысяч долларов если мы там да давайте разберемся с основной сценарий вот так знать на что я сейчас ставлю мой основной сценарий от которого я отталкиваюсь и который мне бы хотелось видеть во первых кстати обратить внимание да мы вышли из этого нисходящего канала мы сейчас с вами идем корректируемся по биткоином допустим там 61 это будет 1000 долларов может быть 60 я не знаю дальше мы здесь должны законсолидироваться до законсолидироваться и после этого пойти соответственно дальше наверх уже там в сторону 70 тысяч долларов в какой ситуации я буду говорить о том что о том что мы зашли все-таки не в ту дверь и надо закрывать ланге то если мы вот так опять прошибаем идем на 57 тысяч долларов или там я не знаю еще куда-то ниже на 54 тысяч долларов вот это конечно негативная ситуация если мы действительно рисуем одну огромную красную палку вниз ну как бы здесь смысл вот на на таком падении добирать и усоединять ланге я не вижу а если мы с вами плавненько подошли к 60 тысяч долларов тут поконсолидировались тут набираем уже свою позицию да и собственно после этого уже идем дальше наверх ну с точки зрения набора позиции я все свои действия освещаю в рамках нашего закрытого канала то есть у нас последние несколько месяцев вообще не было никакого набора по моему с мая или с апреля мы никого к себе не добавляли у нас закрытом канале там есть разные ветки торговли есть там моя торговля есть скальп торговли дам час показывает среднесрочные спорта за портфель если вы заходите присоединиться вся инфа будет телеграм-канале я думаю что на следующей неделе мы сделаем уже какой-то новый набор соответственно в телеграм-канал переходите там будет вся необходимая твое сходить торговать уже непосредственно с нами так вот мой сценарий сейчас такой на если мы собственно пойдем вниз то я естественно здесь добираться не буду но как по мне вот эта история с заходом на 60 тысяч долларов и отскоком она выглядит крайне логично крайне технично и потому что я вижу сейчас в чатам ну не готовы люди там особо как бы ланговать давайте кстати посмотрим что у нас происходит с точки зрения ставок финансирования и используют ли люди текущий отскок для того чтобы залетать шарты слушайте ну на самом-то деле все довольно адекватно то есть не сказать чтобы рынок прям как-то шартит всю эту историю по крайней мере судя по фандингу то что мы видим все выглядит довольно таки адекватно по ликвидациям давайте посмотрим что у нас там происходит ну ликвидации шартовой очевидно были да на текущем росте но опять же без каких-то там супер экстремов 160 миллион долларов не сильно не сильно ну и давайте посмотрим что у нас там по карте ликвидации тоже еще без вас не смотрел так надо переключиться на меч на таймфрейм даже на три месяца посмотрим осталось ли у нас там топлива для роста топлива для роста у нас с вами находится на уровне 70 тысяч долларов на самом деле вот я сейчас смотрю на эту карту ликвидации вы знаете есть у меня ощущение что сценарий к которому все готовы меньше всего вот поймите эту мысль биткойн же если вы подумаете он реально часто себя ведет так как так как никто максимально не ждет и глядя вот сейчас на текущую ситуацию и глядя на то какое количество ликвидации скопился на за уровень 70 тысяч долларов мне кажется там реально много народу шортит вполне допускаю историю что мы просто сейчас с вами консолидируемся прямо здесь и собственно летим сразу сюда вышибаем уже соответственно здесь шарты и дальше идем наверх не знаю пока что будет это так или не будет но выглядит опять же картина вполне логично и если мы с вами посмотрим на прошлые витки резкого роста биткоина да то есть ну вот это не резкий виток роста если чай про резкие витки роста я вам вот здесь да например то есть вот мы начали расти тут были слухи про и т.ф. выросли выросли да точно сообщение было откатов тупо консолидируемся и опять наверх потом опять немножко по консолидировать и опять наверх то есть без каких-то серьезных откатов такое тоже может быть давайте договоримся да будет у меня какая-то новая по по рынку будки это новые мысли я стараюсь вам регулярные обзоры на youtube снимать кстати не забывайте поставить лайк подписаться на канал и в телеграм-канале тоже вас буду о новых сделках оповещать ну и посмотрите как развивался у меня на coinbase график небольшой посмотрите как развивался bull run прошлого цикла соответственно там тоже вполне вероятно мы находимся на пороге безоткатного роста очень бы хотелось в это верить ну а если нет то отступимся да и все ничего страшного в этом особо нет окей а по солане ситуация выглядит кстати еще более перспективный потому что по солане она даже не дошла до окончания зоны набора позиции то есть здесь мы начали я начал набираться в 144 набирался набирался соответственно средняя посылание что-то типа там 130 135 плюс-минус на посылание у меня стоп вообще там в районе 80 стоит и пока что мне бы хотел чтобы лимитники до сотки набрались но опять же буду смотреть вполне вероятно если биток спадет на коррекцию на 60 я просто в районе там 135 посылание уже будут загружать свою позицию и просто сидеть в ней возможно буду там чуть-чуть корректировать стопы пока что еще раз рынок выглядит реально оптимистично по всем показателям то есть если просто открыть график ну реально выглядит красиво то есть потопили рынок помучали всех во флете засадили просто высадили точнее максимальное количество людей из лангов ну как бы а когда еще расти то мне кажется только сейчас суи кстати тоже себя хорошо ведет красавчик суй красавчик суй ладно не будем пока перехваливать ну мне просто нравится этот актив как по мне довольно перспективный not coin тон кстати тоже присмотритесь присмотритесь к этим торговым парам все еще и держу на споте пока что не добираю но на споте споте держу так друзья если видео было полезным пишите ваше мнение по рынку в комментариях не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал до скорых встреч